Такая ситуация, я принес только половину из того, что нужно было, шатив, ноутбук, кнопки тяжелые, материалы и все. То есть я вынужден, как не знаю кто тут, перебираться с одного места в другое, с одного места в другое. Мама, ага, здесь хорошее место для того, чтобы нормально рисовать, убирать, там пространство на подконе не хватает, а кто-то в фильме, не подходящий, немножко там холодно, там мало пространства для рисования, и просто неудобно вообще там. Сама берет деньги с моего рисования, когда кто-то за картину заплатит, немножко там 100 рублей, а сама меня, ну, когда вот я начинаю заниматься рисованием спокойно и музыкой, вцепляется, как клещики, к ее крови, ну, образно говоря, говорит, что ты ничего не можешь, ты ничего не зарабатываешь, ты ничего, вот у нее какая-то странная психическая такая ситуация, когда я зарабатываю, она начинает еще больше, ты ничего не зарабатываешь, ты умрешь бомжом, там. а когда я не зарабатываю вообще ничего она ничего мне не говорит когда я сидел за компом играл просто спрятавшись от этого мира она вообще не говорила но не настолько а когда перестал за ним играть она даже не оценила это и когда я стал действительно чем-то заниматься развиваться она стала говорить что это ничем тебе не поможет все херня короче ну вот и науки боевое применять вот такой ничем я просто стал наркоман или запойного в коль вот неудивительно что в россии столько столько запойных алкоголиков там ленивых ну считается что ленивых людей да так потому что блин когда ты что-то делаешь тебя тебя так давят общество и родители твои давят я не знаю почему у них такая я прямо говорю вот ты сейчас понимаешь что я сейчас развиваюсь спокойно а ты меня все ружишь это я тебе деньги даю с картин а ты обвиняешь меня в том что я ничего не зарабатываю там еще больше с десяти крат ну она прям начинает жестко нападать психологически ну когда психологически нападает это человек может вообще ужасно человек может довести ужасно когда его это пытка как будто тебя пытают постоянно ну и физически тоже нападает да и часто не знаю в сравнении с кем я не знаю что такое вот у русских я русский человек в русских такая вот особенность матери почему-то уничтожают своих детей все творческое в них уничтожают отцу вообще без различного мои рисования абсолютно по крайней мере он не истеричный далеко далеко не истеричный бабушка что же не одобряет никто не одобряет очень русских вот такая ситуация я русский человек к сожалению в этом плане к сожалению я художник русский русский художник русский художник это очень тяжело это тяжелее чем какой-какой другой художник чьи родители поддерживают его во всем вначале всячески пытается продвинуть развить и они сами лобби эти держат и немало то что лобби они еще и просто ладно ладно лобби даже если бы они не держали они просто поощряли творчество а мне ни хрена только создают трудности это тебе не Жак Креско который там он просто и в игровой форме а это реально прям на тебя давят там вызывают ментов если ты на тебя орут ты рисуешь когда ты состоишь рисовать или играть на гитаре да тебя ну тихонько тебя прям орут давят унижают вот эти вот боевое нлп разрушающие вообще любое твое начинание применяют а потом короче если ты молчишь на это все время молчишь молчишь они потом вызывают психушку и наряд полиции который снимает твои картины на телефон которые девушки нерусские девушки которые окончили в хорошем смысле этого слова которая в москве окончили институт художественный 2 видят в этом искусство и покупают настоящее искусство винты менты и твои родители мои родители русские видят в этом одно дерьмо и они говорят что я самый опасный преступник есть даже видео у них у ментов этих они смотрят его с пивков как они сказали мне пусть выложите это видео на youtube это я хочу чтобы вы выложили это видео на youtube где вы врываетесь в мою комнату и мои картины которые оценили те кто знают разбираются в искусстве как как ценность художественную высокую где вы на как на дерьмо на меня ко мне относитесь и это враченица это как к дерьму ко мне относится к больному меня просто зашатало немножко потому что впервые ко мне кто-то вообще пришел я все время один был и сейчас один и сказал этот мент что я самая такие как я самые опасные преступники потому что я рисую такие картины типа даже не картинами ну мазней называют там они обычно все а те кто разбираются искусстве они называют они видят в этом искусство выложите на youtube пусть ваши лица все равно там не видно только мое так что вас в этом не опозорить ничем вы просто покажете что вы обычные менты которые как как в девятнадцатом веке там врывались ломали все искусство там ну просто блин 21 век картины свои развесил экспрессивные давно уже в двадцатом веке россии менты врываются блин потом это еще только одно из приключений сейчас тоже меня да я перестал играть в комп перестал пить кофе просто дело в том да это проблема белых людей да это тупость типа я раньше дофига пил кофе после москвы был травмирован психически и стал дофига пить кофе очень много там по 10 кружек в день и вот недавно я наконец-то избавился просто мне отвращение к нему я пью максимум с утра потому что низкое давление две кружки кофе и на меня даже за это ругают там что-то там не гонят просто тебя ненавидит по умолчанию особенно когда ты что-то делаешь а когда ты знаешь сидишь за компом не высовываешься или вообще кто-то скрылся там не знаю отключился вообще если бы я был алкоголь алкоголиком запойным или наркоманом то они бы ничего ни слова бы не сказали им бы их это устраивало потому что ты как бы отсутствуешь в этом мире а это присутствуешь в этом мире ты потихоньку рисуешь потихоньку рисуешь потихоньку чем-то развиваешься деньги даже им даешься сюда не забираются твоих картин ты присутствуешь это в мире они тебя ненавидят может они русские может моя мама не русская не знаю может моя бабушка не русская потому что алекс тайм рассказывал про свою маман что она его ненавидела и этот итальян тоже рассказывал как моего мама ненавидела фиг знает наверное русских тоже такие же как я простых русских людей простые русские матеря тоже ненавидят не знаю короче а может быть у меня не русская мама немножко поэтому они ненавидят есть такая вот черта особенность у некоторых менталитет у европейцев например менталитет что они там кое-кого менталитет что они поддерживают искусство творчество своих детях там их продвигают проталкивают всяческие лобби там создают где только своих берут в этом место а в русских и еще хрен знает я вообще не хочу об этом думать это просто спокойно рисовать на меня сейчас как-то кинуться знаешь реально там я не записывал это это реально трэш я не просто не не было места на карте памяти на так орала меня и так быстро еще быстро резко не знаю как будто халк будто она ускорить или какие-то под скоростями какими-то и к ней не гнев ненависть с огромной скоростью и ненавистью круто гитлер на скорости 10.0 скорости не агрессию прямо лично к тебе ругает тебя вообще хрен знает что это такое и это не только в моей семье еще я по-моему ездил к брату в москву в подмосковье они там бабушку свою называли гитлер они прямо открыто говорят гитлер гитлер свою бабушку чаще называют гитлером она реально злая как гитлер не зря этого дали такое прозвище я не знаю почему это распространенное явление вообще среди русских людей что злоба такая бабушки они могут просто тебя сгноить если ты поспоришь с бабушкой например вот вот пример тебе я тебе такой пример задумайся кто ужасней гитлер или те две бабушки которые сидели в том дворе я снял видео я творил военной тематике сказал что ну вкратце я сказал что я против войны что не надо своих детей отдавать войну потому что на войне наживаются кое-кто мелкая кучка людей но я не говорил конкретно кто там так они мне сказали что что бабы должны рожать а мужики идти на убой воевать вот вот что она мне сказала она агрессивно это доказывал и кто страшнее после этого гитлер или она и когда она узнала что я художник она сказала а ты не настоящий мужчина ты не не можешь воевать ты не можешь идти на убой типа воевать а если стреляют там своих это нормально и для нее вообще смысл существование женщин и мужчин вот с просила если женщина не рожает на биту это настоящая женщина кто хуже гитлеры ли она и они равны вот скажите мне я не знаю я не знаешь потом ладно это так они мстительны как гитлер то есть не как гитлера я не знаю был ли он мстительный я очень не разбираюсь короче суть в том что они на этом не остановились они запомнили меня и они потом рассказали всем про меня гадости в этом дворе что что я потом дошел до меня докапывались меня могли бы избить и там были какие-то пацаны они просто машин ну легко манипулируют как сталин вот манипулировал типа там если вы посмотрите я же сармат историю про сталина но я не советую сармата смотрит урод короче он там манипулировать хорошо умел людьми вот они ради своих целей вот этим вот этот бабушка в эти бабушки они так хорошо манипулируют как сталин гитлеры как сталин они одновременно они так хорошо всех подговорили что меня стали считать какие-то маньяком преступником ужасным чтобы что я вообще в этом дворе не появлялся там напугали детей там типа что это какой-то опасный круче и этим взрослым рассказали всем а я не знаю что не сделали но они как сталин манипулировали так что теперь я не могу теперь я вообще мне опасно ходить хорошо что я не в тюрьме оказался они могли бы тюрьму меня посадитесь если что даже это психиатреса богиня сказала когда она издевалась надо мной ни одна ни одна одна сначала издевался ничего не сказал потом через несколько лет я обратился за помощью опять к тому же другая была она издевался словесно я сказал вы можете сону разговаривать также как я с вами без на равных она원 она пояснила мне почему он не может со мной разговаривать на равных а может с он разговаривать как с низшим существом низшего порядка она выжая и она кору не сказал и новые дуры тогда и она сказала что в тюрьму в тюрьму меня за это посадит и написала мне в карточке всякие гадости там теперь это навсегда у меня останется клеймо диагнозов по написала я спросил не вы меня потом я подошел к ней спросил ну вы написали мне диагнозы там карточки всякие гадостные типа она сказала с улыбочкой такой знаешь как у как у какого этого надзирателя концлагеря не социопата надзирателя концлагеря просто я беру свои слова назад насчет собака радуйся что я вообще тебя в тюрьму не посадила представляешь она может меня сколько раз девушки женщины обзывали идиотом там по всякому я ни разу и еще потом милицию вызывали я ничего при этом не говорил просто молчал когда в 2013 году я рисовал дофига дофига картин моя мама когда когда я перестал я решил перестать реагировать на ее провокации нападения словесно постоянно ужасно мне набила когда я шел после угля здесь руки она на меня орала 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 унижала унижала провоцировала но и боевое это разрушающие просто тебя орут унижают непрерывно 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 потом дверь не может закрыть закрываешь меня нету замка потом она там всяческие уловки разные и потом короче я просто стал молчать где-то месяц не разговаривал она орала орала я не а я на это не отвечал я просто молчал и записками переписывался и она вызвала ментов и участковый врач меня увезли в психушку потому что она посчитала что я сумасшедший ну она короче то что я не реагирую не питается моей энергией страдания я выпил сейчас флок сети на два русских и один нерлептик кирилл джен тоже русский на голодный желудок она как бы не хочет тебя до смерти так уж прям довести но она как бы одновременно хочет твоей смерти и одновременно не хочет шизофрения такая и ты тоже вырастаешь ты тоже одновременно и как бы тоже вот вырастают становятся запойными алкоголиками еще ким преступниками ну то есть ну вы понимаете эту всю ситуацию провинции россии там короче не знаю чё нельзя поносить своих родителей да я беру свои слова назад я виноват просто я из-за того что мои картины не приносит денег денег моим родителям и из-за того что я не могу найти работу но нормальные люди говорят что в коронавирусе хрен ты найдешь работу когда я работал на заводе я тоже она орала как обычно ничего не менялась на заводе фрезеровщика фрезеровщика ничего не меняется ничего и я не насытная даже если сечен придет и она первую неделю порадуется дальше она разведется с ним потому что не понравится как он дышит там как он что у него там ну вот какой этот написал в комментариях там что-то там борода растет неправильно борода у тебя растет там что-то там еще типичная женская точнее не женская провинциальная россия россиянка вот такая вот меня ни одна россиянка в красноярском красноярске провин здесь не любит никогда в жизни никогда не может никогда они вообще никогда 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 не любили ни одна россиянка не любила никогда ни одна девушка в этом городе нет никогда не любила меня никогда в жизни никогда понимаешь хотя я у меня голубые глаза там вроде ты не виды не видел киева ходят гоблины бывает по улице и с ними ходят россиянки рады и счастливые хрен знает я действительно гоблин ну как настоящий гоблин ну ни одна вообще девушка в моем городе меня никогда не убила и это отмечают другие русские люди в других городах короче хрен с ним извините за негативную лексику я никого не хотел обидеть простите за экстремизм не воспринимайте это как экстремизм как что-то плохое просто выговорился бессмысленно я сдохну просто здесь через 50 лет уже не будет он правильно сказал учительница истории директорша спросила меня когда была какая-то битва 1500 какого-то года я ответил в точности даже день точный назвал когда я историю изучал она сказала девчонки садитесь к нему ни одна девчонка не села стили с гопниками тупыми и она сказала что скоро здесь желтый 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 население это ее слова цитата ну она расистская видимо шовинистская она сказала что здесь скоро не будет здесь будут китайцы одни это ее слова а не мои это когда я учился это цитата я не одобряю эти слова это шовинизм там расизм ну она знает историю знает что-то короче похи вообще я я ничего не буду на это повлиять не вы никто все короче я даже не буду снимать очки да и в очках да и в очках очень плохое да смеется я ничтожествую все больше не будет ничего развалить хватит что все как и в в Продолжение следует...